Добрый день! В эфире студенческие новости Ленинского техникума экономики и права. В студии Анастасия Попугаева. Сегодня в выпуске. Симфоня вкуса. Конкурс кулинарного мастерства. Студенты техникума приняли участие в форме «Борганскинс» молодых профессионалов. Прошла открытая медвентиляция в Краснодарском основе воспитания. Состоялся опрос первокурсников о том, почему же студенты решили выбрать именно наш техникум. Столовая и ее новый ассортимент. 22 октября в честь Международного дня повара в Альянском техникуме экономики и права Центра Союза РФ состоялся творческий конкурс профессионального мастерства «Симфония вкуса». В процессе выполнения всех заданий ребятам необходимо было как проявить свои творческие способности, так и показать профессиональные умения и навыки. Меня зовут Араслана Велевира. Я обучаюсь в этом техникуме на специальности технику-технолога. Вы представляете данное мероприятие? Вообще это мероприятие связано с Днем Повара. Мы его проводим ежегодно. Ежегодно собираем разные группы, показываем, на что способны наши ученики и наши специальности. Будет весело, интересно, чтобы другие группы узнали, что из себя представляет данная специальность и что в ней интересно. Впервые в Ульянской области WorldSkills прошел с 19 по 23 октября на базе детского здравительного центра «Юность». Студенты и преподаватель Ульянского техникума экономики и права Центра Союза РФ Володина Викторовна получили возможность принять участие в форуме. Мы узнали мнение проходящей конференции у сертифицированной эксперты по капитации физической культуры, спорта и фитнеса. Хочу сказать пару слов о первом молодежном соревновательном форуме с молодым персоналом в Ульянской области WorldSkills, который прошел на базе лагеря «Юность». Я, как сертифицированный эксперт по капитации физической культуры, спорта и фитнес, находилась здесь. Очень понравилось то, что было много мастер-классов, было много семинаров. Также нас привлекали в различные игры участвовать, где мы могли почувствовать себя детьми и участвовали наравне с детьми. 29 октября в нашем техникуме прошло открытое учебное мероприятие «Нравственность как основа воспитания». Говорили о патриотизме и долгей предродины. Много внимания уделили подвигу нашего земляка, героя России Дмитрия Александровича Рыбомовского. Гостью мероприятия стал председатель Совета ветеранов Управления ФСБ России по Ульянской области Анисимов Евгений Георгиевич. Он поделился своими воспоминаниями с студентами, а также дал интервью нашему репортеру. 10 сотрудников Выпила, 4 сотрудника внутренних войск МВД и 2 сотрудника МЧС. Среди погибших был и наш земляк Дмитрий Александрович Разумовский. Что Вы можете посоветовать будущему поколению по борьбе с терроризмом? Быть бдительными, быть такими, как Дмитрий Разумовский. Наше мероприятие было посвящено духовно-нравственному воспитанию среди молодежи с элементами патриотизма. Как Вы считаете, что нужно предпринять для предотвращения терроризма? Я считаю, что нужно больше проводить бесед, разъяснительных мероприятий, подобных этому, с молодежью. И тогда с подросткового возраста у людей будет правильное понятие о том, что терроризм – это плохо. 28 октября мы провели небольшой вопрос среди студентов первого курса о нашем учебном заведении. Ребята рассказали нам о том, почему они выбрали именно наш техникум и в каких мероприятиях они уже успели принять участие. Да поступите. Именно Вы в наш техникум. Потому что я хотела пойти именно на профессию бухгалтера-экономиста, и этот колледж мне нравится больше, чем остальные. В техникум я нашел ту специальность, которая мне по пути. Я бы хотел, чтобы в нашем техникум проводили больше развивающих мероприятий. В отделении гостиничное дело больше всего понравилось мне. В каких мероприятиях Вы уже успели принять участие? В ОМА «Мы ищем таланты». Что бы Вы хотели внести в наш техникум? Я бы хотела, чтобы у нас было намного больше кружков и мероприятий. Именно в этом техникум была профессия, которая хотела бы внести. Больше кружков и мероприятий. В нашем техникум произошли небольшие изменения. У нас появился новый поставщик. Вместе с этим мы приобрели большой выбор вкусной еды и напитков. И студентка нашего техникума дала небольшое интервью. Это еда от нового поставщика. Да, здесь очень ледно и вкусно. Готовим здесь каждый день. Питаемся. Продолжение следует... Продолжение следует...